Оружие, которому аналогов нет, говорил он. Невозможно сбить, говорил он. Ни одна противоракетная и противовоздушная оборона в мире даже не успеет отреагировать, говорил он. В марте 2018 Владимир Путин похвастался очередным российским вундерваффе – гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По словам Путина, она способна лететь на расстояние 2000 километров, маневрировать и точно поражать цель. После полномасштабного вторжения русские выпустили по Украине около 10 таких ракет. Сбить их не удалось, ведь на вооружении ВСУ были еще старые советские системы ПВО. Но в апреле 2023 года в Украину прибыл первый зенитно-ракетный комплекс «Патриот», и уже 4 мая состоялось боевое крещение. Впервые в истории был сбит несбиваемый «Кинжал». Ошарашенный Кремль дал команду смыть позор кровью американского ЗРК. И две недели спустя по Киеву выпустили сразу 6 гиперзвуковых ракет. Чтобы наверняка. Вот вам факты о той атаке, которая вошла в историю как фиаско Кремля. Гиперзвуковой провал России. Как «Патриот» над Киевом уничтожил сразу 6 кинжалов за ночь. Мы их пощелкаем, как орешки. Мы покажем одну из сбитых ракет. Уникальный разбор кинжала на ваших глазах. И зачем в России ликвидируют причастных к созданию гиперзвукового оружия, что на самом деле скрывают в Кремле. Они уже следы начали заметать. Вот так 16 мая 2023 года Россия нанесла по Киеву мощный ракетный удар. От предыдущих атак эту отличала одна особенность. По украинской столице Москва выпустила сразу 6 своих новейших ракет кинжал. Западными СМИ разлетается информация, что главная цель кинжалов – ракетные комплексы «Патриот». Чтобы наверняка пробить украинскую противовоздушную защиту, русские прибегли к коварному маневру. Чем отличается этот налет от всех предыдущих? Баллистические ракеты и крылатые ракеты воздушного и морского базирования, они подлетели почти одновременно. Чтобы «Патриот» метался по всему небу, выискивал эти ракеты. Хоть некоторые из них благодаря этому смогут прорваться. Не удалось. «Патриот» уничтожил все аналоговнетное оружие Кремля. Ни одной ракете прорваться не удалось. Невероятный результат – украинское ПВО. Но как «Патриот» удалось уничтожить цели, на которые они якобы не рассчитаны? И какую тайну скрывают российские супер-ракеты «Кинжал»? Если взять ракету 9С7660 – это ее номер, название этой ракеты. И здесь вот это, если вы там увидите. Вот, видите, 7660. Как раз она полностью отвечает. Видите, какая толщина металла? Потому что эта ракета предназначена для уничтожения подземных пунктов управления. Ее задача, во-первых, пробить большую толщину бетона и внутри уже разорваться. Когда 4 мая 2023 года украинское ПВО впервые в истории перехватило гиперзвуковую ракету «Кинжал», шокированная российская пропаганда пыталась объяснить это случайностью. Мол, просто повезло. Но две недели спустя – шесть кинжалов и шесть попаданий от «Патриота». Это уже не случайность. Это безоговорочная победа. Что делает Россия? Она производит впечатление. И больше ничего не производит. Для нас это Рубикон, что у нас уже нет цели, которые мы не можем уничтожить для нашей противовоздушной обороны. Для россиян это очередное фиаско. Может поэтому в самой России сразу же после фиаско полетели головы. После сбития «Кинжалов» ФСБшники арестовали трех ученых-разработчиков гиперзвуковых ракет по подозрению в государственные изменения. Речь о сотрудниках Новосибирского института теоретической и прикладной механики. Это при том, что в августе 22-го года директор этого института попал в СИЗО Лефортова. Якобы он с коллегой передавал Китаю засекреченные данные о гиперзвуковых технологиях. Но это не единственная попытка убрать причастных к созданию «Кинжала». Начинается такая плеяда событий. Например, довольно странный пожар в одном из НИИ Минобороны, руководившим «Кинжалом». И там горело как раз административное здание с документацией. Во время странной такой обычной рядовой медицинской процедуры умирает заместитель высокоточной технологии Холдинга РФ, который занимался «Кинжалами» и «Искандером». Что-то там в Коломне тоже странный хлопок был. В Коломне находится КБ машиностроения, которое как раз этим занимается. А недавно, с моей точки зрения, начали заметать следы. «Кинжал» стал результатом громкого пиара Путина о гиперзвуковой ракете, которую не возьмет ни одна ПВО. Ведь якобы двигается она со скоростью 12 тысяч километров в час. Но это оказалось обычной сказкой от диктатора. Потому что она не выполняет большую часть полета. По маршруту к цели не выполняет в гиперзвуковом режиме. Да, момент, когда она сохраняет скорость самолета-носителя, плюс включаются ее двигатели, и через несколько секунд, которые он ее разгоняет, вот в этом режиме, еще несколько минут она может лететь в гиперзвуковом режиме. А все остальное просто высокая скорость, не более того. 16 мая 2023 года миф о российском гиперзвуковом оружии окончательно разлетается в дребезги вместе с ракетами. Но на самом деле в небе над Киевом Россия потеряла куда более важное. «Кинжал» — это вообще-то крайне специфическое вооружение, которое создавалось не для войны против Украины. Оно создавалось для войны против НАТО. То есть в случае уже полноценной Третьей мировой войны, когда там россияне запускают межконтинентальные баллистические ракеты, они должны быть перехвачены. И именно для противодействия «Патриотам», в частности, и был создан «Кинжал». И теперь, по сути, в РФ паника. Паника на всех уровнях. Все, чем отличается Путина от Саддама Хусейна и Каддафи, это то, что у Путина есть ядерное оружие и возможность нанести ответный ядерный удар. Здесь этого козыря уже нет. Его выбили вооруженные силы Украины. А мы возвращаемся к сбитой ракете «Кинжал», чтобы наконец-то выяснить, насколько она способна разогнаться. Потому что именно скоро сделает из гиперзвуковой ракеты неуловимое супероружие. Можем сказать, что максимально мы видели 3,3,5 маха. Но это не гипер. Это вот ракеты типа «Искандер» и другие, летящие по баллистической траектории. Здесь я пока еще не видел ничего такого сверх какой-то мощности в указанной ракете. Так что история о «Кинжале» как о неуловимом убийце Кремля окончательно разбилась вместе с мифом о непобедимой армии РФ. Ракета, которая должна была поставить на колени силы НАТО, в итоге превратилась в главную военную пустышку России. Редактор субтитров А.Семкин